Наши мероприятия, как всегда, посвящены самым насочным, самым горячим проблемам, которые касаются нашей страны и нашей жизни. До сих пор горько верить, когда некоторые люди с улыбкой проходят мимо лозунгов и мимо выступающих, которые говорят о событиях на Украине. Такая, знаете, несколько-еденькая улыбочка, такое впечатление, что эти люди полностью уверены, что их минует эта чаша. Как будто они не понимают собственной ответственности за то, чтобы сохранить нашу страну и уберечь ее от той войны, которая идет на Украине и которая придет к нам. Украина приняла на себя, Новороссия приняла на себя то, что готовили и готовят для нашей страны. Официально американский президент признал, что Америка принимала участие в госперевороте. Что она содействовала, способствовала передаче власти от одного президента вновь избранному, Порошенко. То есть эта страна признает официально, публично, слух, что она ввязалась в государственную политику другой страны и позволила себе совершить переворот. Эта страна официально признает, что американские военные проморгали события на Украине. Что их специалисты не смогли услышать, прослушать, оценить и понять и увидеть те мероприятия, которые якобы готовила Россия. То есть они признали слежки в прослушивании и признаются, что сейчас они принимают новые меры. Что изданы указы о том, чтобы были разработаны новые технологии, новые приемы и обучения по прослушке и по отслеживанию действий, которые совершает наша страна, наши войска на нашей собственной территории. Они признали, что сейчас по поведению наших войск, по учениям, которые проводят наши войска, по командам, которые выступают из центра, они не могут однозначно сделать вывод о том, что наши войска готовятся к какому-то вторжению. То есть его нет, они его не видят, они его не могут проследить, но тем самым они признаются, что они следят. Тем самым они признаются, что они прослушивают, подслушивают и внедряют агентов. То есть они вмешиваются в наши внутренние дела. И тем не менее есть люди в нашей стране, либеральные наши общественности, белоленточники, так называемые, готовящие здесь русский Майдан у нас, здесь в России. Они с ухмылкой смотрят на протесты граждан, с ухмылкой смотрят на тех, кто пытается призвать нашу российскую общественность быть активной в этой ситуации. И поддержать и руководство страны, и поддержать позицию Новороссии, и поддержать бойцов Новороссии. Чем это вызвано? Ну, они просто враги России. Они враги России. Среди тех, кто погиб в Нортосе, было много таких либералов, которые во время войны, а война была в Течне, вторая война. Думали, что здесь, в Москве, их ничего не ждет, что пусть там кто-то гибнет, а здесь у них прекрасная жизнь, и они пошли на мюзикл развлекаться. В Нортосе их застала та самая война. Когда идет война, она в любой момент может коснуться любых людей, в любом месте прорваться. И поэтому все должны сплодиться одной мощной силой, сказать, нет этой войны и помочь Новороссии. То, что там творится сейчас, это ужас. Зайдите на любые сайты, посмотрите антимайдановские, антивоенные сайты, но не те, которые организованы полуаленточниками и либералами, а там, где размещают письма людей, которые по 6-7 дней не едят, не пьют, не могут спать, которые живут в ужасе, в холоде, в голоде. Мирные жители, ополченцы, у которых нет даже теплой одежды. Да, у них вроде модные какие-то камуфляжи, но они признаются, мерзнут. Нет обуви, нет теплых вещей, не хватает еды. Почему мы, вот огромный многомиллионный город, не можем помочь? Люди умирают от голода. Дети умирают от голода. Дети. Почему мы не можем помочь детям? Наша организация принимала участие в сборе помощи, в сборе гуманитарной помощи, продукты, медикаменты. Но там нужно много. И если каждый вот здесь проходящий принесет на сборный пункт по пачке риса, по пачке гречки, или теплых вещей, пару перчаток с бармазком, это будет колоссальная помощь для выживания, для защиты собственной страны, собственной жизни и собственных детей. Попробуйте когда-нибудь, отрывом, открыв глаза, подумать. А вот сейчас зазлучит сирена. Куда вы подбежите? А если сейчас у вас оттянет мирную, спокойную, сытую жизнь, теплую, обеспеченную? Это же ужас, это страх. И сейчас там уже это идет. Там идет заслон. Там защищают нас от этой войны. И мы должны тем людям помочь. В обязательном порядке, и здесь, мы должны остановить эту белоленточную либеральную мразь, которая устраивает протесты и устраивает называемые антифашистские митинги. Это не антифашистские, это антироссийские, антирусские митинги. Они против русских. Им Россия не нужна. Им нужна слабая, раздавленная страна, и они вожди. Они лидеры, хоть так они мечтают. Они знают, что сделать с нашей страной. Но они уже были у власти. И мы уже прошли через этап разграбления, развала, распада, когда люди месяцами не получали зарплату и жизнь была по карточкам. Это уже все было. И это не должно вернуться. Должны уйти из политики те, кто разваливал страну, кто в 90-е годы был у власти. Их не должно быть нигде. И в пусту, и в том числе, не должно быть тех политиков, которые участвовали в развале страны. Которые сейчас сидят и отсиживаются, и молчат.